Время новостей на нашем канале в студии Алиса Кайряк. Здравствуйте. Прямо сейчас расскажем о главных событиях к этому часу. Политическая платформа Андрея Настаси «Достоинство и правда» намерена обратиться в Генпрокуратуру с требованием открыть уголовное дело на президента Игоря Дадона по статьям «Коррупция и незаконное обогащение». Решение о политформировании приняло после публикации в издании «Зиарул Дегарде» журналистского расследования о том, где семья Игоря Дадона отдыхала последние 10 лет. О решении партии на своей странице в соцсети сообщил лидер ППДП Андрея Настаси. Наша телекомпания обратилась к пресс-секретарю главы государства с просьбой прокомментировать ситуацию, однако на данный момент она так и не ответила на наш запрос. Андрей Настаси заявил, что все жители столицы, которые согласны с предложением платформы «Да», должны прийти в офис формирования в Кишиневе и поставить под заявлением свои подписи. О том, что генпрокуратура должна начать расследование после появления информации о дорогостоящих каникулах президента, заявил в эфире одного из частых телеканалов и вице-председатель ППДП Александру Слусарь. По мнению депутата, в этой ситуации Игорь Дадон ничем не отличается от экс-судьи высшей судебной палаты Олега Стернюалы и бывшего председателя ВСП Иона Друце, которые сейчас обвиняются в незаконном обогащении. Слусарь утверждает, что после появления информации о роскошном отдыхе президента, генпрокурор или кто-то из прокуроров должны были отреагировать. Напомним, Зиарл Дегарда опубликовала 16 января расследование о том, где в последние 10 лет отдыхал президент вместе с семьей. Издание утверждает, что Игорь Дадон останавливался в дорогих отелях на Мальдивах, Сейшельских островах, в Дубае, Греции, Хорватии и Австрии. С 2005 года Игорь Дадон занимает различные госдолжности и не владеет никаким бизнесом. Тем не менее, по информации Зиарл Дегарда, один только отдых на Сейшелах, где семья Дадона проводила каникулы в 2011 году, обошелся президенту в 10 тысяч евро. На вопросы журналистов о стоимости своих каникул и о том, откуда на это средство, Игорь Дадон ответил, что его доходы никогда не превышают расходы. А в президентуре ранее заявляли, что в течение последних 20 лет глава государства оплачивал отдых своей семьи из собственных денег, а некоторые поездки не предполагали расходов, так как это было приглашение от друзей или родственников. Бывший коллега Игоря Дадона по факультету Игорь Григорьев, которого президент обвинил в том, что это он отдал журналистам фотографии с отдыха, на своей странице в соцсети заявил, что не имеет к этому никакого отношения. Также Григорьев рассказал, что он покинул Молдову и намерен отказаться от гражданства, если Игорь Дадон будет переизбран президентом на второй срок. Несколько государственных учреждений Молдовы подверглись массивной вирусной атаке компьютерных систем. Вредоносная программа ограничивает доступ к информации путем шифрования файлов. За открытие доступа хакеры требуют вознаграждения в виде криптовалюты биткоин. Криптовалюты биткоин. По данным Службы информационных технологий и кибербезопасности, в 2020 году таким вирусным атакам могут подвергнуться многие граждане Молдовы, учреждения и компании. Чтобы уменьшить ущерб при попадании в компьютер вируса, нужно отключиться от интернета, чтобы снизить риск распространения вируса, говорят специалисты. Мы связались со Службой информационных технологий и кибербезопасности, где нам ответили, что не могут предоставить более детальную информацию о случившемся, так как сейчас все данные конфиденциальны. А далее новости с левого берега Днестра. С 24 января этого года может вступить в силу запрет со стороны непризнанной Приднестровской республики на пересечение Молдо-Украинской границы через контрольно-пропускные пункты на Приднестровском участке для машин с молдавскими номерами. Как говорится в сообщении МИДа Приднестровья, запрет будет действовать для всех типов транспортных средств, зарегистрированных в Молдове и управляемых гражданами, обладающими водительскими удостоверениями Молдовы. Мы связались с представителями Приднестровского МИДа, а также Бюро по реинтеграции Молдовы. Представители обоих ведомств пообещали дать комментарии и разъяснения по данному вопросу чуть позже. Между тем, согласно источникам Дескеди.мд из Террасполя, власти Левобережья отказались от введения запрета, так как тот шаг не был согласован с Москвой, и внешние партнеры быстро отреагировали и призвали так называемой власти отказаться от этой меры. И еще одна неприятная новость для автомобилистов. Снова подорожание. Не успели водители привыкнуть к новым тарифам, как этим утром им вновь пришлось заплатить больше за топливо. Руководство автозаправок пока никак не комментирует подобное решение. Нынешнее утро молдавских водителей оказалось недобрым. По приезду на заправки они увидели на табло новые возросшие цены на топливо. Согласно новым расценкам, за бензин автомобилистам придется платить на 55 банов больше, за дизельное топливо на 65, а на сжиженный газ цена возросла в среднем на 1 лей и 30 бань. Мы обратились к руководству автозаправок, чтобы узнать причину роста цен, но нам заявили, что официальные комментарии последуют позже. При этом, по мнению водителей, подобное повышение тарифов приведет к новой волне недовольств. Должны цены понижать, а не повышать. Это опасно, потому что людям и так нечем платить. Если подняли цены на бензин, топливо и газ, то повысятся цены и на проезд. В этой стране становится жить все сложнее. Конечно, это плохо, зарплаты все те же, а цены растут. Да, это большая проблема, но хочешь не хочешь, придется покупать. Отметим, что не все молдавские заправки огорчили в пятницу автолюбителей повышением цен. Но, как заявили нашему телеканалу и их представители, это временно, и повышение тарифов коснется всех. Согласно новому регламенту, в случае изменения цен, компании в течение трех дней должны представить в Наре расчеты, согласно которым они пересмотрели тарифы. Представители Наре заявляют, что они не получили никакой информации о повышении тарифов ни от одной автозаправки. Напомним, последний раз цена на топливо повышалась 10 января. В среднем цена на бензин и дизель возросла на 40-50 банов, а на газ примерно на 70 банов. Далее новости из-за рубежа, а именно из соседней страны. Премьер-министр Украины Алексей Гончарук подал заявление об отставке. Об этом он написал на своей странице в Фейсбук. Как сообщает украинское информационное агентство Униан, решение было принято после того, как в интернете появились аудиозаписи, из которых следует, что Гончарук и его команда не уважают президента Владимира Зеленского. Прошение премьера об отставке подано на фоне появившейся в интернете аудиозаписи, сделанной якобы на закрытом совещании в декабре 2019 года. На ней люди с голосами, похожими на голоса премьер-министра, заместителя главы Нацбанка и министра финансов, обсуждают экономическую политику страны и комментируют компетентность президента Украины Владимира Зеленского. После данного события Алексей Гончарук написал в соцсети следующее. «В последние дни вы все стали свидетелями событий вокруг публикации аудиозаписей в сетях, собранных из фрагментов разных заседаний правительства. Их содержание искусственно создает идею о том, что я и моя команда не уважаем нашего президента, который является лидером страны», — отметил Гончарук на своей странице в Facebook. «Я пришел на пост премьер-министра Украины для выполнения президентской программы. Президент для меня образец открытости и порядочности, однако, чтобы разъяять любые сомнения относительно моего уважения и доверия к президенту, я подал заявление об отставке», — подчеркнул премьер. Ранее на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, авторы которой требовали отставки Гончарука из-за отсутствия профессионализма. Напомним, правительство во главе с Алексеем Гончаруком было сформировано 29 августа 2019 года. Он был первым премьер-министром, назначенным уже после избрания Владимира Зеленского президентом. Его предшественник Владимир Гройсман подал в отставку в мае 2019 года, сославшись на серьезные разногласия с Зеленским. Но вернемся к новостям внутренним. Семья и родственники молодого человека, которого застрелил карбинер в селе Елизавета в коммуниципе Бельце, утром 17 января перекрыли главную улицу у выезда из села в знак протеста. Люди, недовольные наказанием от 10 до 15 лет лишения свободы, которого требует прокуратура для старшего офицера Генерального инспектората карбинеров, совершившего преступление, требовали правосудия. Жители Елизаветовки вышли на протест. На видеозаписях, размещенных в социальных сетях, видно, как люди перекрыли маршрут на выезде из села. А водитель микроавтобуса с пассажирами просит уступить дорогу. Кроме того, отец убитого молодого человека и вовсе лег на проезжую часть, чтобы помешать движению. Чтобы сохранить общественный порядок, на место происшествия прибыли несколько экипажей полиции Бельского инспектората. Позже на место приехали начальник Бельского инспектората полиции Василий Бонару и заместитель главного прокурора Бельс Александр Чулак. После переговоров с ними протестующие разблокировали трассу и решили, что следователи заслушают дополнительно всех причастных. Для этого все отправились в примырию села. А далее о происшествиях на дорогах столицы. Певица Татьяна Спыну попала под машину прямо на пешеходном переходе, то есть при пересечении проезжей части в положенном месте. На видео, размещенном исполнительнице на ее странице в соцсетях, видно, что после того, как на светофоре загорелся зеленый свет, Татьяна начала движение и тут ее сбила машина. Мы связались с Татьяной, и она рассказала нам, что в результате ДТП она получила сотрясение мозга. У меня сотрясение мозга и несколько синяков, и я собираюсь пройти лечение и медицинское обследование. Я получила сильнейший шок, проплакала полдня, все никак не могла прийти в себя после случившегося. Также у меня были тошнота, головокружение, головная боль. Я до сих пор словно нахожусь в тумане. Татьяна Спыну призывает водителей быть более осторожными на дорогах, а пешеходов переходить дорогу только, когда они уверены в своей безопасности. Данный случай сейчас расследуется полицией. И еще о происшествиях. Несчастный случай на севере страны. Двое детей попали в республиканскую детскую клиническую больницу имени Эмилиана Кацаги, после того, как облились кипятком. Один из них находится в тяжелом состоянии. Детей доставили в республиканскую клиническую детскую больницу в тяжелом состоянии. Облившись кипятком, они получили серьезные ожоги. У двухлетнего мальчика из Бельц ожог 20% кожи. Он находится в ожоговом отделении и получает лечение. Мальчик в тяжелом, но стабильном состоянии. У второго, четырехлетнего ребенка из Бричана, божжено 30% кожи. Он в хирургическом отделении реанимации. Находится под наблюдением. Его состояние тяжелое. Маленький пациент получил термические ожоги обеих рук, груди и нижней конечности. Через 2-3 недели он будет готов к операции по пересадке кожи, отметил заместитель директора республиканской больницы имени Эмилиана Кацаги. И в завершение выпуска новость позитивная. Еще 54 молодые семьи из муниципи Аргеев получили дополнительные пособия за рождение детей в рамках программы «Материнский капитал», запущенная в 2015 году бывшим примаром Илоном Шором. Благодаря этому проекту, а также другим уникальным социальным программам, внедренным командой политической партии «Шор» для молодых семей, рождаемость в Аргееве увеличилась на 50%. Пособия от примарии Аргеева при поддержке общественного объединения «Пентру Архей» молодым родителям вручали примар муниципия Павел Вережану, депутат от политической партии «Шор» Марина Таубер и председатель районного совета Дину Цуркану. К молодым родителям обратился и почетный примар, инициатор программы «Материнский капитал» и председатель политической партии «Шор» Илон Шор. Мне очень приятно, что сегодня мы продолжаем одну из важных программ социальных нашего города. Аргеев был и является единственным городом в стране, который выплачивает материнский капитал выше, чем дает государство. Так будет продолжаться. Дорогие друзья, но главная наша задача не в этом. Главная наша задача – обеспечить, чтобы ваши детки росли в современном, хорошем, чистом и уютном городе. Все инициативы Илона Шора имеют тенденцию продолжаться не только в Аргеевском районе, но также и в других населенных пунктах, где мы представлены на уровне администрации. Конечно, как парламентская фракция, мы продолжаем продвигать эти проекты и на национальном уровне. Примар Аргеева Павел Вережану рассказал, что благодаря программе «Материнский капитал» в муниципии значительно вырос уровень рождаемости. Это проект, который способствовал увеличению рождаемости. Он стал и причиной того, что граждане Молдовы все больше остаются жить здесь, в Аргееве. И вместе с ними мы развиваем наш муниципий все эти годы. Молодые родители поблагодарили представителей местной власти, инициаторов программы «Материнский капитал» за поддержку. Эти деньги очень помогут нашей семье. Купим ребенку все, что необходимо. Эта помощь – большой плюс. Мы можем рожать и растить детей, и оставаться жить здесь, в нашей стране, в нашем городе. Эта помощь была необходима для нас. Мы переезжаем в новый дом и на эти деньги планируем купить детскую мебель. С 2015 года около 2500 семей в Аргееве уже получили пособие за рождение ребенка. 7000 леев за первого ребенка и по 10 тысяч леев за каждого последующего. Для детей муниципия модернизируются детские сады, а также внедряется новая система питания по типу кейтеринг. Таковы новости к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Удачного вам дня в продолжении и до встречи в эфире в 21.00 на нашем телеканале. Варги. Варги.